18 сентября в Орленке стартовал первый социально-культурный проект «Территория кино и телевидения». Его организаторы – группа компании «Газпром Медиакит» и Всероссийский детский центр «Орленок». В течение нескольких дней мальчишки, девчонки, а также воспитатели центра обсуждали отечественные киноленты, ознакомились с новинками и даже сразились в интеллектуальной игре «Что, где, когда». Подробнее о проекте вы узнаете в нашем следующем сюжете. Друзья, для нас большая честь открывать проект «Территория кино и телевидения» именно здесь. Проект «Территория кино и телевидения» в Орленке реализуется впервые. На открытии мальчишки и девчонки знакомятся с его организаторами и гостями центра. Всего за несколько дней ребята узнают больше об отечественном кинематографе, посмотрят новинки, а также посетят мастер-классы специалистов в области кино и телевидения. У нас еще задача привить навыки эстетического киносмотрения. Дело в том, что российское кино развивается, развивается очень хорошо, очень быстро. И, естественно, современный зритель должен уметь воспринимать это кино. И мы надеемся, что наш проект поможет в восприятии хорошего контента. Ребята смотрят полнометражный фильм «Команда мечты» режиссеров Филиппа Брютина и Максима Зыкова. «Семья, любовь или карьера и прежняя слава» – один из вопросов главного героя картины. Во время просмотра ребята узнают ответы на ключевые темы. Как преодолеть жизненные невзгоды, какова цена победы и что такое настоящая любовь. Кино о сложных семейных, внутрисемейных отношениях, когда отец хочет, чтобы сын был лучше остальных, но при этом иногда он может пережать. Когда отец или мама любят своего ребенка, любят настолько, что отдаляются от него очень сильно, работают, работают, работают. Кажется, что все это для ребенка, а на самом деле ребенок ничего не получает, и он лишается самого главного этой любви. То, что мы говорим, как мы общаемся, как мы объясняемся в любви, как мы воспитываем детей – все это продиктовано, видено. О том, как кино может изменить восприятие мира, манеру поведения и даже собственный имидж, воспитатели узнают на мастер-классе специалиста Академии российского телевидения, режиссера-документалиста Алексея Пищулина. За плечами академика семь полнометражных и короткометражных работ. Одна из последних – «Северные Аланы». Это документальный фильм о визите норвежского путешественника в город Азов, где он участвует в археологических раскопках. Алексей говорит о том, как важно заинтересовать молодое поколение подобными кинолентами. Ну, в данный момент дети очень так неохотно смотрят фильмы, особенно связанные с историей России и со становлением, со спортом. А это показывает, вот идет к достижению, как человек достигает своей цели. На этих примерах нужно учиться, и эти примеры нужно показывать детям. Внимание, вопрос. Что же, по мнению Степана Вершинина, нам поможет преодолеть любые трудности? Чтобы закрепить полученные знания, «Орлята» играют в известную игру «Что, где, когда» по мотивам кино «Команда мечты». Сегодня в роли ведущего игрок клуба на Первом канале, обладатель двух «Хрустальных сов» и звания «Лучший капитан» Алексей Блинов. Командам нужно ответить на 24 вопроса. Если в телевизионной версии важен точный ответ, то в «Орлятской» балл засчитывается за правильное рассуждение команды. Если они, по сути дела, правильно для себя определяли цели, направление движения, то, конечно, я относился к ним более лояльно и не требовал абсолютно точного соблюдения ответа. Мне очень важно было, чтобы ребята понимали то, о чем мы говорим. То, для чего, собственно говоря, старался режиссер, который снимал это кино. Те вопросы и ценности, которые нам необходимы в жизни. В «Что, где, когда» Марина Романова играла не только у экрана телевизора вместе с родителями, но и в своей воскресной школе. Полученный ранее опыт помогает ей и сегодня. Так вместе со своей командой вырывается сначала в тройку лучших. Но уже после финальных вопросов становится ясно – Марина со своими товарищами сегодня победители. Каждый член команды должен обладать реактивностью, коммуникабельностью, личностными качествами, которые будут раскрывать его прежде всего. Потому что каждый из нас уникален, каждый из нас выдвигал свои версии. И все версии, бесспорно, были очень-очень-очень достойными. Но все же главное – это сплоченность команды. Итог игры – награждение самых внимательных и эрудированных. Всего за несколько дней ребята узнали больше об отечественных картинах и телевизионном шоу. Познакомились с режиссерами и телеведущими, узнали о специфике работы на ТВ. Теперь проект «Территория кино и телевидения» во Всероссийском детском центре «Орленок» будет проводиться каждую смену. Игорь Хворостянов, Анастасия Быч, Алексей Кузьмин, Алексей Исаев, Аркадий Коваленко. Телеканал «Орленок ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова